Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском Спартаке. И мы сосредоточимся на кубковом матче против Акрона. Сегодня красно-белые, так скажем, дебютируют в пути регионов нашего кубка. Ранее они шли исключительно через путь РПЛ, но сейчас, после поражения в противостоянии с Уралом, нужно, так скажем, получить новый опыт, новый экспириенс. И сейчас многие, так знаете, шутят, злобно шутят, что Акрон станет вот реально серийным убийцей для московских команд. По торпедо прошлись, по локомотиву, Динамо, и вот теперь еще вот Спартак, пожалуйста, попадет под раздачу. Это, конечно, удивительная история, когда команда, которая является, в общем-то, середняком ФНЛ, вот так вот раз за разом выносит очень серьезные коллективы в рамках Кубка России, которые причем выходят играть вполне себе боеспособными составами и вполне себе серьезно относятся к турниру, но все равно Акрон творит чудеса, по-другому и не скажешь. И вот теперь очередь дошла до Спартака. Давайте попытаемся понять, есть ли у Тольяттинского коллектива шансы на успех, какие плюсы есть у Спартака и чего нам вообще ждать от этой встречи. Меня часто спрашивают, чем занимаются футбольные блогеры в свободное от работы время. И я вам скажу, ведут телеграм-каналы. Не так давно в телеге появился очень интересный проект под названием «Утка Геймс». Это телега, которую ведут сразу несколько ютуб-блогеров, которые здесь делятся своими прогнозами на футбол, причем абсолютно бесплатными. Пройдя по ссылочке в описании, вы сможете ознакомиться с последними мыслями ютуб-блогеров, что они думают о грядущих матчах чемпионата России, какие у них мысли касательно ближайших матчей АПЛ или Испанской Ла Лиги. Так что проходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Мои коллеги ютуб-блогеры специально вот создали такой телеграм-канал для того, чтобы поделиться своими мыслями. Итак, по нашей традиции мы начинаем разбор будущих соперников с андердога и дальше перейдем к фавориту. И здесь, если мы будем рассуждать об Акроне, то, конечно, в первую очередь нужно отметить мотивацию. Для них это будет суперсобытие. Для них это будет, ну, можно сказать, матч жизни и смерти. Это будет матч, где будет решаться судьба многих футболистов, которые имеют шанс зарекомендовать себя и перейти в какие-то коллективы из российской премьер-лиги. Это суперсобытие для города, где будет проводиться матч, для этой команды. И поэтому мотивация у них будет, конечно, зашкаливающей. Для Спартака же это абсолютно рядовая встреча. И здесь есть определенный риск недооценки соперника, согласитесь. Потому что на этой самой недооценке Акрон уже многих, так скажем, прокатил. Поэтому уровень настроя, мотивации тут будет совершенно разный. Поэтому матч будет проводиться в Самарской области, неподалеку от Тольятти. Здесь это добавит и мотивации, опять же, Акрону, и дополнительных болельщиков, и всего остального. И дальний, ну, относительно дальний переезд будет у Спартака, что внесет свои коллективы. Короче говоря, здесь это тоже идет в пользу Акрону. Как и то, что команда, ну, скажем так, превратилась уже в по-настоящему серьезную силу в рамках Кубка. И стала именно вот специалистом по таким встречам против московских команд. Где команды, так скажем, из столицы пытаются доминировать, идти вперед большими силами. Акрон играет вторым номером, терпит. И зачастую доводит игру до серии пенальти, где они вообще просто великолепны в этом сезоне. И показывают какие-то потрясающие зашкаливающие результаты. А пенальти это как бы отдельный вид спорта практически. И в нем, как мы видим, Акрон просто непобедим. Поэтому если дойдет до тех самых пенальти, то у Спартака будут серьезные проблемы. Ну и к тому же пенальти это всегда, в том числе, игра нервов, игра психологии. И здесь, опять же, более настроенная команда получит серьезное преимущество. Еще один важный фактор это то, что разница в классе, которая, конечно, колоссальна между Акроном и Спартаком, несколько сократится, потому что у красно-белых по-прежнему нету целого ряда важных исполнителей. Кто-то травмирован, Промес не полетит на матч с Акроном. Кто-то дисквалифицирован по-прежнему после потасовки с Зенитовым. Поэтому здесь, ну, скажем так, непросто будет Спартаку, учитывая то, что Акрон, скорее всего, будет действовать жестко, будет действовать умело в обороне. И здесь без основных нападающих красно-белым придется тяжеловато, прям скажем. Плюс к этому сейчас, если мы говорим о Спартаке, то команда, да, конечно же, имеет определенные, скажем так, виды на Кубок России. И наверняка хочет показать себя в этом турнире. Но со Спартака никто не снимает вопросов касательно чемпионата. Если Спартак, допустим, закончит сезон там на пятом-шестом месте, это будет считаться провалом. И в каком-то смысле Спартаку сейчас очень важно подтянуться в чемпионате, попытаться обойти тот же самый Ростов, который все-таки недавно потерял очки, и Спартак приблизился. И в этом контексте у Спартака все еще есть цели в чемпионате. Для Спартака важно занять место как можно выше. Для Акрона такого вопроса вообще сейчас нет. Вылететь они не вылетят из ФНЛ, подняться выше вряд ли смогут, там шансов практически нет. А, по-моему, математических особо не осталось. Поэтому Акрон может вот прям на 100% выложиться, просто убиться на футбольном поле и здесь показать себя. Кстати, касательно футбольного поля, насколько я понял, оно там не самое идеальное. И это, опять же, добавит плюсов обороняющейся команде, которой не предстоит владеть мячом высокий процент времени и не предстоит комбинировать, как это обычно пытается делать Спартак. Поэтому здесь вот такая вот ситуация. При этом нельзя не напомнить, что об Аскале и у Спартака частенько бывают проблемы именно вот с такими закрытыми неприятными соперниками, которые играют вторым номером. Так что в этой истории у Акрона, конечно, есть шансы. Но у Спартака на руках куча преимуществ. Это преимущество в классе исполнителей, в опыте футболистов, в том числе и кубковом, в том числе и поздних стадий кубка. Это преимущество в атлетизме, более мощная команда, преимущество в глубине состава. Ну и объективно Спартак здесь, конечно, должен побеждать. Но согласитесь, примерно то же самое мы говорили и перед другими матчами Акрона против московских команд. Что Динамо, там, не знаю, Торпеда, даже то же самое, или Локомотив, они должны проходить Акрон. А по итогу мы видели шок и трепет и вылет команд российской премьер-лиги. Поэтому здесь посмотрим, чем это все закончится. История, конечно, потрясающая. Акрон наглядно опроверг к опасению многих людей, что в рамках нового формата кубка представители ФНЛ просто не будут никуда выходить. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Так что здесь будет очень интересная встреча. И лично я ее очень жду. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube-канал. Ну и, разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то, пожалуйста, оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.